Добрый вечер! Это грех Золотого Тельца. Мы уже достаточно внимательно изучили и сам грех, и основные его последствия. А вот теперь мы находимся в середине 33 главы книги Шмот. Событие, происходящее уже после греха Золотого Тельца. После того, как Всевышний уже сообщил Муше, что грех прощен, хотя прощен он прощен, но вместе с тем в каждом наказании, которое в дальнейшем простигнет еврейский народ, будет в некоторый момент расплаты из-за греха Золотого Тельца. Но вот теперь уже речь идет о том, что в дальнейшем. Грех позади. И сказал Муше Богу, смотри, ты говоришь мне, веди этот народ, но ты не сообщил мне, кого ты пошлешь со мной, ты говорил, я знаю тебя по имени, и ты нашел милость в моих глазах. А сейчас прошу тебя, если я нашел милость в твоих глазах, дай мне, пожалуйста, постичь твои пути, чтобы я мог познать тебя и приобрести благоволение в твоих глазах. Ибо люди эти твой народ. Пожалуйста, сообщи мне, дай мне познать, дай мне понять твои пути. Это первая просьба Муше. Вторая, в восемнадцатом стихе. И сказал Муше, покажи мне твою славу. Мы не слышали ответ Всевышнего на первую просьбу. А что касается второго, вот после второй просьбы, девятнадцатый стихе. Он сказал Бог, я проведу перед тобой все мое благо и назову имя, Ашем, то есть четырехбуквенное имя, перед тобой. И помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. И еще он сказал, ты не можешь видеть мое лицо, так как ни один человек не может видеть мое лицо и остаться в живых. Не совсем понятно. Так удовлетворил ли Всевышний просьбу Муше или нет? С одной стороны, казалось бы, да. Я проведу перед тобой все мое благо и призову имя Бога перед тобой. А затем не можешь ты видеть мое лицо, так как ни один человек не может видеть мое лицо. На самом деле, что означает вообще здесь видеть лицо, видеть мое лицо? У Всевышнего нет ни лица, ничего материального. И дальше. И сказал Бог, вот это место возле меня, стань на скале. Тоже непонятно, что значит место возле меня. Может быть, место возле Всевышнего, вне пространства, вне места. Когда будет проходить моя слава, я укрою тебя в расщелине скалы и покрою тебя своей рукой, пока не пройду. Тогда я уберу свою руку, и ты сможешь посмотреть мне вслед, но лицо мое не будет видно. Вслед, пожалуйста, но лицо нет. То есть, как бы сзади это можно, а вот в лицо нет. Как можно это понять, что значит спереди, что значит сзади? Как все это понимается? Мы подходим сейчас к попытке понять очень-очень сложный отрывок в том, и недаром в своем комментарии Аравирш пишет так. Ни в каком другом месте перевод или объяснение Божественного Слова не должны продвигаться с большей осторожностью, чем в стихах с 12 по 23. То, что мы зачитали, начиная с просьбы, с просьбы Муше, сейчас прошу тебя, покажи мне, пожалуйста, дай мне познать, пожалуйста, твои пути. И вот до 19 стиха и дальше. Область, решающая за этими пределами, обозначена нам именно для того, чтобы показать нам сферы, в которых мы можем чего-то понимать. А есть вещи, в которых мы ничего не понимаем. Здесь мы подходим к крайним пределам того, что нам дозволено знать, того, что нам возможно вообще понять при имеющемся у нас разуме и познании. Нужна здесь крайняя-крайняя осторожность. И у тех, кто переводит, и у тех, кто объясняет. Что касается тех, кто переводит, посмотрев три перевода, не увидел я большой осторожности. Теперь вопрос объясняющих. Сможем ли мы это объяснить очень-очень осторожно? Потому что в этих вопросах, в этом отрывке один шаг вправо, один шаг влево – это уже ересь. Здесь нужно быть очень-очень-очень аккуратным. Хорошо, напугать мы напугались. Теперь попытаемся посмотреть, что же говорят комментаторы о том, какие здесь были просьбы, о чем шла речь. Раши, идя вслед за нашими мудрецами, и не входя глубоко в вопрос о сути просьб, в основном останавливаются на ответе Всевышнего. Что Всевышний ответил? Я проведу перед тобой все мое благо. Само по себе не очень понятно, что значит провести все благо. И призову имя Бога перед тобой. А это что означает? Всевышний говорит, я призову как бы свое имя перед тобой. Что означает? Это призвание имя. В дальнейшем, если мы посмотрим следующий отрывок, сказано там так. А Бог сошел в облаке и встал там близ него, как было сказано, вот есть место рядом со мной. И провозгласил имя Бога, действительно. И прошел Бог перед ним и возгласил, Господь, Господь, Бог милосердный и милостивый, долготерпеливый, великий в любви и истине, хранящий милость для тысяч, прощающий вину, преступления и грех, но не оставляющий без наказания, взыскивающий за вину отцов, с детей, из внуков до третьего и до четвертого поколения. И, по словам, то, что называется еврейской традицией, 13 атрибутов милосердия, 13 качеств милосердия, которые проявляет Всевышний, управляя этим миром, складывая эти отрывки вместе. Рашик говорит так, что Всевышний сказал Муше, сейчас самое подходящее время, уже после того, как грех прощен, сейчас самое подходящее время для того, чтобы ты увидел мою славу настолько, насколько я тебе позволю ее видеть. Что это означает? Ведь я хочу, я должен научить тебя порядку молитв. Почему вдруг самое время учить Муше порядку молитв? Потому что когда, совсем недавно, когда тебе пришлось просить молиться и просить о милосердии для народа Израиля, то главные аргументы, которые Муше выдвигал в этой молитве, это были заслуги праотцев. То есть он просил Всевышнего простить еврейский народ за заслуги его праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Ну и вопрос, а что же будет, если… В этот раз нас простили, скажем так. Но, может быть, еврейский народ еще раз огрешит. И еще раз нужно будет апеллировать к заслугам отцов. И еще раз. Но, может быть, эти заслуги не безграничны. Как человек, у которого есть счет в банке, и он при каждом случае выписывает чек или пользуется банкоматом, в какой-то момент деньги на счету могут иссякнуть. И что тогда? Так что же ты думаешь, что если заслуги праотцев исчерпаны, то уже надежды нет и молитва уже не будет принята? Так вот, я хочу, чтобы ты узнал, продолжает Раши, всю меру блага. Я проведу перед тобой все благо. Что это означает? При этом ты будешь скрыт. И я буду провозглашать имя Бога. То есть я это сделаю тебя научить, каким образом просить в молитве, просить милосердия, даже если исчерпаются заслуги отцов. То есть это должна быть молитва, не апеллирующая к заслугам отцов, а молитва к Всевышнему, в которой упоминается его милосердие, его способ управления миром. Уточним только, что такое милосердие. Слово милосердие, которое мы часто употребляем для обозначения того, что называется рахамим, оно не передает, что имеется в виду. Рахамим – это такой способ управления миром, когда в отличие от правосудия, справедливости, при котором человек получает только то, что он заслуживает, это тоже называется дин, то рахамим означает, что человеку дается больше того, чем он заслуживает, в расчете на то, что в дальнейшем он исправится, станет лучше, и в дальнейшем он будет заслуживать того, что ему дают уже сейчас. То есть даем ему в кредит то, что он еще не заслужил, из расчета на то, и для того, чтобы дать ему возможность исправиться и в дальнейшем это заслужить. Это называется рахамим. То есть это качество, которое по сути своей направлено не на прошлое, на то, что человек сделал, а на будущее. И вот эти самые качества, мы назвали качество рахамим, но оно разделяется на 13 различных атрибутов, на 13 различных аспектов рахамим. Мы не будем сейчас подробно входить в объяснение каждого из этих 13 аспектов. В свое время был дан урок довольно подробно на эту тему. Только их зачитаем. Вот эти вот 13. Иудгемин Медот Рахамим, стало быть, по раши, то, что Всевышний ответил Муше на его просьбы, то, что он дал ему в ответ на его просьбы, это научил его порядку молитв. Вот таким образом в дальнейшем, каждый раз, когда еврейский народ будет в беде, то должны собраться вместе, и Шалех Цибур, то есть Хазан, завернувшись в Талит во время покаянных молитв, молитв о милосердии, должен произносить вместе со всей общиной вот эти вот Иудгемин Медот Рахамим, Ашем, Ашем, Кель, Рахум, Иханун, Ирахапаим, Рафхезет, Вемет. Это объяснение Раши. И еще Раши прибавляет в дальнейшем, объясняя то, что сказал Всевышний в 23 стихе «Тогда я уберу свою руку, и ты сможешь посмотреть мне вслед, но лицо мое не будет видно». Что это означает, Рашид цитирует здесь слова мудрецов из трактата «Проход», что Всевышний показал муше кешер-тефилин, то есть узел от тфилин, который, когда люди надевают тфилин на голову, узел головного тфилина находится у них на затылке. Понятно, что такое объяснение не только что ничего не проясняет, а только оставляет еще больше удивления, еще меньше понимания, что здесь происходит. Как понять весь этот отрывок? Посмотрим, как объясняет этот отрывок Рамбам. Рамбам в «Лхот и Зудея Тура», «Законы об основах Торы» очень-очень осторожно и очень-очень аккуратно, чтобы не высказать хоть что-нибудь, что могло бы звучать как тропоморфизм, как какое-то очеловечивание Всевышнего. Рамбам пишет Рамбам так. «Что же хотел постечь муше, когда попросил, покажи мне, пожалуйста, свою славу?» 18 стих. Рамбам задает вопрос прежде всего, он не начинает с ответа, а начинает с просьбы, в чем она была. Отвечает Рамбам, он хотел познать истинность существования Всевышнего, так как знают человека, которого видели в лицо, и образ которого запечатлелся в памяти. Так что в сознании своем уже отличают этого человека от других людей. Что означает он хотел познать истинность существования Всевышнего? Есть истинное существование, а есть не истинное, есть по правде, а есть не по правде. Что означает истинность существования? Имеется ли в виду, что муше, может быть, он сомневался в существовании Всевышнего, хотел быть уверен в том, что он существует? И это и означает истинность существования? Конечно, нет. Ведь муше уже много-много времени напрямую, что называется, лицом к лицу, как называется это Тора, общается со Всевышним. Так было с самого первого раза, когда Всевышний раскрылся ему в видении несгорающего куста, в дальнейшем в Египте. И еще больше на горе Синай, лицом к лицу говорил Ашем с вами. Истинность существования означает вот что. Всевышний, мы говорим, существует, а мы, мы тоже существуем, и стол этот существует, и стол существует, и видеокамера существует, и видеокамера существует. И все существуют, и все это одно и то же, не одно и то же, да потому что Всевышний существует, это значит, что нет возможности, чтобы он не существовал. Он ни от кого не зависит, никто его не создал. Все остальное, что существует в мире, его существование в какой-то степени условно, то есть обусловлено причинами его возникновения. У человека есть отец и мать, они причины его возникновения. Если бы его отец и мать не встретились, то теоретически возможно, то его бы не было. И еще целый ряд причин приводят к тому, что он в мире до сих пор существует. Стол то же самое. Есть причины, которые привели к возникновению стола. И в какой-то момент этот стол перестанет прекратить свое существование. Все в мире возникает и исчезает, все в мире существует благодаря тому, что есть причины его существования. Стало быть, его существование не абсолютное, оно обусловлено стечением обстоятельств, причин, которые привели к его возникновению. Из всего этого единственное исключение Всевышнего. Никто его не создал. Нет причины его существования в мире. Он существует сам по себе, самодостаточный. И вот для того, чтобы обозначить эти два вида разных существований, Рамбом и называет это одно существование, истинность, истинное существование, а другое – это все остальное, оно существование. Но оно не значит, что оно не истинное, не значит, что это вранье, не значит, что оно все есть. Конечно. Но это не безусловное существование. Существование Всевышнего безусловное. Так вот, то, что хотел Мошае постичь, он хотел постичь вот это вот то, как существование, бытие Всевышнего отличается от всего остального в мире. Постигнуть «эхреах митсиюто», ту самую непреложность его существования. Как? И здесь пользуется Тора сравнением. Подобно тому, как если я раз увидел человека в лицо, он уже ушел. Но я теперь, если гляну в толпу, и он будет в толпе, я тут же его увижу и отличу его из всей толпы. Потому что я запомнил, у меня в сознании запечатлелся его образ. Так хотел постичь Моше, вот с такой ясностью, хотел постичь вот эту вот непреложность существования Всевышнего. Что ответил ему Всевышний? И он сказал, ты не можешь видеть Мое лицо, так как ни один человек не может видеть Мое лицо и остаться в живых. Ответил ему Всевышний, что сознание живого человека, стоящего из души и тела, Ло-ир-ани-адам-вахай, подчеркивается здесь, не сможет увидеть Меня живой человек. То есть сознание живого человека, а живой человек – это сочетание души и тела. То есть это мышление, вставленное в рамки жестких материальных ограничений. Так вот человек не в силах постичь это во всей полноте. То, что ты хочешь постичь, находится за пределами возможностей человеческого сознания. А ты человек, и ты человек живой. То есть, как бы высоко ты ни поднимался, какой бы силы пророческое видение у тебя не было, какой бы высоты не была твоя пророческая ступень, ты человек, а потому ограничен. Но что? Это не значит, что совсем-совсем ничего нельзя познать. Что-то можно. И сообщил ему Всевышний то, чего не знал ни один человек до него и не узнает после него. Знание твое, безусловно, будет отличаться от всех остальных людей. Но не то, что ты попросил. А именно, то, что выделяет Всевышнего в сознании из других объектов так, как можно опознать человека, которого видели со спины. И выделили его фигуру и одеяние и столпы людей. То есть, может быть, другой вариант. Когда я человека не видел в лицо. Я видел его только со спины. Его самого я не видел. Я видел только одежду, в которой он был. Одежда его выделяет. Он одевается по-другому, не так, как все остальные люди. Ну и фигуру я ему еще видел. Это не он сам. Но это некоторые признаки, по которым я могу судить о том, что обладатель вот такой фигуры и одетый вот в такое пальто, вот это вот тот самый человек. И если я снова увижу его в толпе, я его опознаю. Не с такой ясностью, как человека, которого я видел в лицо. Конечно, нет. Но все же возможность опознать. О, такой человек в таком пальто и с такой-то фигурой. Как раз, как раз, да, да, да. Вот тот человек, которого я ищу, он тоже одевался так. Это было Моше дано. И на это указало Писание. И ты увидишь меня сзади, а лицо моего никто не увидит. То есть это иносказание, не имеется в виду сзади или спереди, имеется в виду уровень ясности познания. Тот уровень ясности познания, который хотел Моше. То есть ясность познания, подобная тому, как человека, которого вы видели в лицо в дальнейшем, с легкостью и ясно узнают из толпы, это ему не дано. Потому что он человек, и человек не может достигнуть такой ясности познания. А что касается познания чуть более мутного, чуть менее ясного, подобного тому, и снова это метафора, подобного тому, как узнают человека, который вы видели из-за спины, узнают его по его фигуре, по его комплекции, по его одежде и так далее. Вот такого рода познания ему было дано. Так объяснил это Рамбом. Слова Рамбома уже подводят нас к пониманию всей структуры текста, а именно, что здесь было, мы видели две просьбы, и хотя Рамбом не заостряет внимание на том, что просьбы были две, но, по крайней мере, он говорит нам, что Всевышний, что в ответе Всевышнего, по крайней мере, мы видим две стороны, а именно, вот это нет, а вот это да. И он сказал, не можешь ты видеть мое лицо, так как ни один человек не может видеть мое лицо и остаться в живых. По Рамбому это не значит не остаться в живых, значит это смертельно опасно увидеть лицо Всевышнего, не в этом дело. Имеется в виду, что поскольку ты живой человек, значит разум твой ограничен материальными границами, то, будучи живым человеком, есть вещи, которые ты познать ясно не сможешь. А вот в дальнейшем, тогда же я уберу свою руку, и ты можешь посмотреть мне вслед, но мое лицо ты не увидишь, это не ты дано, это ты можешь. Рамб объясняет, что это не такое ясное познание, более замутненное, не такое четкое, но все-таки познание. Комментаторы, которые идут вслед за Рамбом, например, Вейну Бахья и другие, они уже видят и обращают, точнее, наше внимание на то, что было две просьбы Моши, и тогда понятно, почему два ответа. То есть, первая просьба, пожалуйста, да, это ты сможешь получить, а вторая, то, что ты второе просил, это нет. Или наоборот, первое нет, второе да. То есть, то, что Моши, агутрабену башь, то, что Моши просил, а сейчас прошу тебя, если я нашел милость в твоих глазах, дай мне, пожалуйста, постичь твои пути, пути можно, это можно, а то, что ты просил дальше, покажи мне твою славу, вот это вот нет. И тогда параллельно этому лицо или вслед, или сзади. Ну, а теперь только нужно понять, в чем разница. Скажем, скажем так, пути, первая просьба пути Всевышнего, вторая просьба покажи мне славу. Когда мы говорим о познании, когда мы говорим о знании о Всевышнем, то можно говорить, можно попытаться думать в двух направлениях. Либо постижение его самого, либо постижение его поведения, его действия, его воздействия на созданный мир. Что касается о нем самом, то он совершенно не постижим, трансцендентен, не познаваем. Он сам, поскольку он абсолютно безграничный, имеет ни начало, ни конца, ни причину своего существования, не разделяется на составные части, то сам он по себе абсолютно не познаваем. Как сказано в святых книгах, лейт махшава тфиса бей. То есть, не только что невозможно увидеть, не только что нет никакого материального обличия, но и никакая мысль его не постигнет. Никакая мысль не может его объять. Он сам по себе непостижим. И поэтому просьба Муше, покажи мне свою славу, она осталась без ответа. Невозможно. На это было сказано, ты не можешь видеть мое лицо, так как ни один человек не может видеть мое лицо и остаться в живых. Как это объясняет Итарамбан, имеется здесь в виду, что тот, кто увидит, тот смертельно опасный или будет наказан и умрет. Имеется в виду, нет. Просто прежде чем он сможет увидеть, уже душа покинет его. Это просто невозможно. Нет возможности понимания, нет возможности постижения его самого. А вот первая просьба, она может быть удовлетворена. Водианина Эддрахеха. Твои пути. Что значит пути? Медот. Качество. Способы воздействия на окружающий мир. Известный очень пример, может быть, даже я его приводил на этих уроках, пример, который может нам показать, о чем идет речь. Человек находится, пример еще древних философов, человек находится в пещере, в глубокой темной пещере. У него в пещере тьма. Смотрит он на выход из пещеры, он представляется ему как мощный пучок света. Но вот кто-то подошел к выходу из пещеры и встал в выходе из пещеры. Кто этот человек? Сидящий в пещере, пещерный человек, не имеет понятия кто там. Он не может его видеть. Совершенно никак. Не может его видеть и не знает кто это, и не в состоянии знать кто это. Но о том, что тот человек есть, он безусловно знает. Как он это знает? Да потому что ему, сидящему в пещере, тот человек воздействует на него, на сидящего в пещере, благодаря свету и тени. То есть вот он загородил вход, и у пещерного человека в пещере стало темно. Вот он чуть отошел от входа, и свет теперь проникает в пещеру. Вот он поднял руку. Свет и тень в пещере сыграли так, что пещерный человек знает о том, что кто-то, некто, сидящий там, стоящий там, находящийся там, поднял руку. А если он еще и кинет камнем в пещеру? А если еще и крикнет в пещеру «Эй, есть здесь кто-нибудь?» То есть для того, чтобы знать, что кто-то есть, и даже более того, испытывать его воздействие, можно общаться с тем, о ком я не знаю, кто это. Я могу общаться с ним, зная о том, как он воздействует на меня, на мой маленький пещерный мир. Это принцип черного ящика. То есть кто это такой, я не знаю. Да, но даже не зная, кто это такой, я могу общаться с ним на вход-выход. То же самое в нашем познании у Всевышнего. Мы не имеем понятия о том, кто он, ибо он абсолютно непознаваем, трансцендентен, будучи совершенно неограниченным и непостижим. Но вместе с тем мы знаем о том, как он воздействует на наш мир. Он создал этот мир и управляет им. И вот его способы управления миром, его способы воздействия на этот мир, они являются предметом познания. Об этом, сказал Всевышний, вот эту просьбу можно удовлетворить. Поэтому и понятно продолжение, что я проведу перед тобой все мое благо. Что не все мое благо? Я дам тебе познать все способы управления миром. Все то благо, которое я источаю в этот самый мир. И призову имя Жем перед тобой, и помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. А вот здесь вот уже стоп. А это что значит? И помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. И продолжение тоже непонятно. Что означает вот это вот, что лицо ты не сможешь видеть, а в наслед, то есть как бы сзади, ты сможешь увидеть. Это как понять? Получилось так. Одна просьба никак не может быть удовлетворена. Познать его самого невозможно. Познать его качество, то есть то, как он воздействует на этот мир, как он управляет этим миром, да, возможно. Но вот здесь говорят наши будрецы в трактате Брахот, что на тут та самая просьба, которая в принципе была удовлетворена, а то, что Моше просил о Денина и Драхеха, дай мне познать твои пути, то есть то, как ты управляешь миром. Моше хотел понять проблему цадик в Ирану, известную-известную философскую проблему страдающего праведника. Отчего? Отчего в мире кажется, что нет справедливости? Почему есть одни люди, хорошие люди, приличные люди, но одни из них страдают, а другие живут хорошо? То есть если бы было понятно, например, что все праведники страдают, так бы мы сказали, ну это такая закономерность. Но проблема-то в том, что есть праведники, которые страдают, а есть такие, которые не страдают. И наоборот. И есть мерзавцы. Одни живут как сыр в масле, а другие страдают. Снова, если бы был такой закон, что все мерзавцы живут хорошо, мы бы сказали, ну, значит, такой закон почему-то так должно быть, но этого не так. Почему? Как все это? Вот это хотел Моше понять. Почему есть праведники страдающие и хорошо живущие? Почему есть, с другой стороны, нечестивцы, часть из них которых страдает, а часть вовсе даже нет? Какой же он тогда получает ответ? Об этом есть спор там, в Таумуде. Спор между Робби Мейером и Робби Йосиком. По мнению Робби Мейера, даже в конечном итоге, хотя Всевышний согласился раскрыть ему тайное управление миром, но не до конца. И об этом говорится, ты хочешь знать, почему есть праведники, которые страдают, есть праведники, которые не страдают. То есть, я помилую, ты хочешь знать, кого я милую и кого нет, а я помилую того, кого помилую. А кого я жалею, тоже объясню. Я жалею тех, которых жалею. Вот такой ответ. Значит, нет ответа. Вы же не сказали, что на один вопрос, на одну просьбу может, что я был ответ. Одну просьбу может, что я Всевышний удовлетворил. Могу показать тебе. Могу показать тебе все мое благо. Проведу перед тобой все твое благо, чтобы ты понял, каким образом я управляю миром. Если ответ был в конечном итоге, а я милую того, кого я милую, а жалею я того, кого жалею. То есть, ты хочешь понять, почему. Кого пожалею, того пожалею. Кого помилую, то он помилуй. Разница здесь вот какая. Рамхальф Дерахашем объясняет следующее. Мы изучаем общие правила и законы, по которым Всевышний управляет миром. И это те самые правила, те самые законы управления миром, которые Всевышний раскрыл здесь, в Муши. Но, зная эти законы, мы никогда, никогда не сможем понять в конкретном случае, почему же с конкретным человеком случилось так-то и так-то. Мы только знаем, что могло с ним случиться, почему с ним могло так случиться. Есть такая-то закономерность, есть такая-то закономерность, есть испытания, есть воздаяние, есть улучшение ситуации человека, есть улучшение условий его службы, есть масса факторов, которые влияют на то, в каких условиях человек живет. Факторы мы можем знать, но в конкретных деталях, то есть собрать все-все-все это вместе, на это сознание человека не способно. Мы никогда-никогда не сможем знать, почему данный человек, с ним случилось то-то или то-то. На то у человека просто его сознание… Самый большой, самый мощный компьютер, который загрузит всем необходимым, всей необходимой информацией для того, чтобы рассчитать судьбу хотя бы одного человека, из этого компьютера дым пойдет. И рассчитать он этого не сможет, а уж тем более за знание человека. Это не дано. На это Всевышний ответил. «Берехам теяташиракон, берехам теяташиракон, берехам теяташиракон». Я же пожалею того, кого пожалею, помилую того, кого помилую. Если ты будешь задавать мне вопрос, почему конкретный человек, с ним такое случилось, ответ ты этого знать не сможешь. Общие правила я тебе смогу объяснить, но не больше того. Поэтому, кстати, в скобках будет сказано, что люди, которые с большой важностью иногда могут сказать, вот это произошло, это вот наказание за такой-то грех, а это с ними произошло из-за того-то, а это с ними из-за того-то, мягко говоря, лучше бы они этого не говорили, потому что даже в Муше было сказано, «Берехам теяташиракон», «Пожалею того, кого пожалею, помилую того, кого помилую». В общем и целом мы можем знать, быть может, здесь имел место, у такого-то человека его судьба сложилась из-за такого-то принципа, а здесь из-за другого принципа, но ничего конкретного указать при том и сказать, что с этим человеком случилось так-то потому, что мы, безусловно, не сможем, мягко говоря, неточности. Пожалуй, стоит привести еще одно, чуть более глубокое объяснение этого отрывка. После того, как мы разделили между пониманием общих принципов управления, то, что Всевышний назвал, «Я проведу перед тобой все мое благо» и вопросом о судьбе отдельного человека, то нам остается еще объяснить вот эти вот тяжелые, трудные для понимания выражения, что не можешь ты видеть мое лицо, и с другой стороны, тогда я уберу свою руку и ты можешь посмотреть мне его след, но мое же лицо не будет видно. А перевод на арамейский язык Ункилуса, он гласит следующее, «И ты увидишь то, что после меня, но то, что передо мной, не будет давно тебя видеть». То есть, не лицо, как бы лицо и затылок, не сзади, спереди, нет, ты увидишь то, что сзади, то, что после меня, но то, что передо мной не увидишь. Вопрос, как это понимать, что это означает. Иногда объясняют это так, то есть, после того, когда что-то произошло в мире, то задним числом можно понять из того, что произошло, какие из законов здесь работали, какие из качеств Всевышнего здесь проявились. Но сам замысел, то есть то, что передо мной, иными словами, замысел, который предшествует какому-то событию действует, он остается всегда за пределами нашего понимания. Очень часто мудрецы, говоря о конечности, о ограничности человеческого понимания, пользуются известным этим выражением, что из 50 врат, сахмешимша арыбина, из 50 врат познания, понимания, мужей было дано 49, а последние 50-е врата понимания не были даны и ему, как сказано в «Доксиреу меат мену». То есть даже ему не хватило чуть-чуть-чуть, и умолил его лишь немного перед Богом. То есть его мужей познал очень-очень много, больше, чем любой другой человек, но и его познание было ограничено. Одна последняя 50-я ступень – нет. А в чем здесь дело? А почему нет? Как это понять? И что это за 50-я ступень, которой мужей не была дана? Майораль, Майораль из Праги писал, что на вот этом 50-м уровне познания постигается абсолютное единство всего сущего, абсолютное единство всего сущего. И что это означает? Основа человеческого сознания – самосознание. Это понимание, что я существую. Я есть. Я существую. И мое существование отдельно. То есть мы осознаем себя отдельными от всего остального мира. Есть весь мир вокруг, и есть мы. Более того, если мы заговорим о Всевышнем, который создал все, то как мы воспринимаем себя по отношению к нему? А очевидно, я – это не он. У нас может быть диалог. Я обращаюсь к нему в молитве, на ты. Стою перед ним и обращаюсь к нему в молитве на ты. Но при этом я хорошо осознаю, что я – это я. Я не Бог. Я – ты. Это хорошо. Для некоторых людей отношения не совсем я – он. Они даже не в состоянии обратиться к нему в молитве. Есть он, а это я. На 50-м уровне познания имеется в виду, что то, что пишет мораль, вот это вот полное единство всего существующего, оно означает, что для моего отдельного существования уже нет места. Ведь то, что я существую, я осознаю свое существование. Но я осознаю свое существование только в отношении уже созданного мира. И здесь известный известный вопрос, который задавали еще древние. Всевышний безграничен, бесконечен. Значит, он как бы наполняет все. Если он безграничен, нет у него границы. Нельзя сказать, вот как бы до сих пор Всевышний, а дальше уже что-то другое. А если так, то как понять создание мира? Создание творения – это значит, что-то возникло, что не не есть сам Всевышний, оно и есть творение. А каким образом это отделилось? Каким образом возникло что-то, что есть не он сам? Это все трудные, тяжелые философские вопросы. Но, по крайней мере, я знаю, что в результате этого, в результате акта творения появилось творение, которое осознает себя, по крайней мере, человек, который венец творения, обладает сознанием, он осознает себя отдельно от Всевышнего. И это суть творения. Но на уровне 50-м там происходит слияние. То есть, там, а и об этом сказано, как Тора говорит, не может, и он сказал, не может видеть, ты не можешь видеть мое лицо, так как ни один человек не может увидеть мое лицо и остаться в живых. То есть, на этом 50-м уровне для отдельного, это не знаешь разницы здесь между живым или мертвым, просто для отдельного существования человека больше не остается места, поскольку вся вот эта вот сущность индивидуального восприятия себя как отдельного от Бога, она существует только внутри творения. А на 50-х вратах, там 50-е врата означают осознание абсолюта, осознание Всевышнего вот на уровне полного единства. Единство – это значит «эйн од мильвадо», нет больше кроме Него, если нет больше кроме Него, а я, значит, тогда и меня нет. Если действительно нет никого кроме Него, если это не просто произносится как частью молитвы Алейну, а если это осознается, тогда и того, кто это осознал, его тоже уже нет. Тогда и познавающего, который сумел достичь до познания такого уровня, его уже тоже нет. Поэтому человек, пока он есть, 50-й уровень вне его, 50-й уровень его недоступен. 49 уровней, 49 врат познания, пожалуйста, но не 50-й, потому что на 50-х ему уже места не остается, его уже попросту нет. Медраж и еще в целом ряде книг в Зориск написано. Вот там и там объясняется, что не может увидеть человек, пока он жив. То есть, что вот это вот восприятие человека на 40-й, до 49-го уровня, до 49-х врат, оно при жизни человека. А что мы хотим сказать? А после того, как человек умер, то тогда он уже познает больше. Но когда он умер, это уже совсем другое. А нет. Какой-то книг из Зор. Есть переходный момент, переходная стадия. Это день смерти человека. Смерть человека – это не так, как поворачивают выключатель. До сих пор был свет, трык, выключили, стала тьма. Был человек, душа ушла, трык, и нет человека. Уход человека из жизни – это процесс. Процесс, в котором процесс, который занимает время. Может быть, более длительным или менее длительным, но безусловно, он безусловно, процесс занимает время. Процесс, в ходе которого душа постепенно-постепенно освобождается от телесных оков. Тело – это то, что мы задали в запрос несколько минут назад. Творец абсолютен, творец безграничен, а как возникло творение, которое воспринимает себя как что-то отдельное. Некоторые объясняют это так, что самое первое творение, которое Всевышний создал – это желание получать в себе то, что его самого Творца не характеризует. У него нет желания получать в себе, потому что он абсолют, и он девчонку не нуждается, ему нет кого получать. Как только появилось желание получать в себе, это прямая противоположность, а противоположности они отталкиваются. Так вот, тем самым инструментом, который отделил нечто, как бы отделил нечто, что стало творением, которое мыслит себя отдельно от Всевышнего, было вот это желание получать в себе, желание получать в себе развивается больше и больше и больше, пока и не реализуется в конкретное материальное тело, которое полно потребностей, желаний, стремлений, инстинктов, влечений и так далее. Оно в конечном итоге и отделяет человека от Творца. Процесс смерти – это процесс расставания со своим телом, то есть потеря тех самых преград, которые отделяли человека от Творца мира. Вот в этот самый день, в день, когда человек уходит из жизни, то здесь вот он покидает этот мир, и душа его начинает процесс воссоединения, как бы возвращается к своему корню, вот в этот день человек постигает вещи, которые он никогда не мог постигать. Что представляет здесь смерть? Мудрецы сравнивают человека с принцессой, царской дочкой, которая вышла замуж за крестьянина. Есть душа, душа – царская дочка. Она попала в крестьянский дом, она вышла замуж за крестьянина. Это тело, тело, которое, по сути дела, деревенщина. Деревенщина понимает то, что понимает все его постижения, они материальные. Деревенщина – одно слово. Но на станет день и принцесса возвращается. Она возвращается в свой дворец, она возвращается к царю. И вот этот самый день, когда она освобождается от оков своей деревенщины, освобождается от оков своего тела, вот в этот самый день человек и постигает единство Всевышнего, начинает постигать абсолютное его единство, еще будучи, еще не окончательно расставшись телом. Речь не идет о том постижении, которое приходит в дальнейшем в мире душ, уже после смерти человека. Это постижение уже является воздаянием. Здесь речь еще идет о том, что человек, который еще не умер, это особенное-особенное постижение в день смерти. Это объяснит нам одну важную вещь. Хотя по календарю до Лагбаомер очень далеко, но все-таки мы знаем, что в еврейском народе существует очень-очень странный обычай – праздновать в день Лагбаомер, праздновать Илюля до Раби Шимон. То есть этот день радости Раби Шимон Бар Юхай. Чем это день радости Раби Шимон Бар Юхай? Тем, что в этот день он умер. Если в этот день он умер, то чему радоваться? Плакать надо. В этот день из мира ушел очень-очень большой человек. Большой свет, который светил целому поколению. Погас в этот день, ушел в этот день. А отвечает обычно именно то, что мы сейчас сказали. Действительно, в день, в этот самый день, когда он ушел, когда он умер, в этот самый день, когда ушло вот это ограничение, Кило и Рани Адам Вэхай, что не увидит меня человек, пока он жив. То есть постижение человека, до сих пор оно было ограничено, и эти ограничения уходят в день смерти, по традиции, которая записана в Тикунэ и Азор, в этот день смерти Раби Шимон Бар Юхай обучил своих учеников вот этим самым высоким уровнем постижения, которое он достиг. Которое он при жизни, несмотря на все свое величие, не достигал. А то, что он постигнет уже после смерти, то уже ученикам он не может рассказать. И значительная часть книги Зоа и сопутствующей ей части устного учения, традиции, то, что называется каббалой, она вырастает из того самого дня, когда Раби Шимон Бар Юхай покидал этот самый мир. Благодаря тому, что он сумел передать своим ученикам то, что он постиг в этот день, и есть у нас сегодня вот эта вот удивительная книга Зоа и связанная с ней устная традиция. Это то, что говорят мудрецы по поводу ограничений. Кило Иране Адам Лахай. Не может видеть меня человек, пока он жив. Я думаю, мы здесь имеем полное право остановиться, потому что дальше начинается уже 34 глава, это отдельная тема. Остановимся, пожалуй, здесь. Субтитры создавал DimaTorzok